Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Жизнь христианина, как, впрочем, и любого человека, достаточно сложна. Более того, верующему подчас приходится преодолевать такие плотские духовные преграды, на которые нехристианин даже не обратит внимания. Конечно, пройти свой жизненный путь к Богу без искушений и испытаний невозможно. Однако, для того, чтобы путь этот в итоге был пройден благополучно, Церковь предлагает разные средства. Одним из них, которое можно назвать духовной поддержкой и помощью, являются советы и наставления святых отцов, а также подвижников веры, которые не прославлены как святые, но своей жизнью заслужили уважение и почитание со стороны православных христиан. И сегодня мы предлагаем небольшой сборник избранных советов и наставлений, вышедший в свет в издательстве «Летопись». Он называется «Золотая коллекция писем». Как говорится в предисловии книги, среди прочих видов святоотеческого наследия свое особое место в нем занимают духовные письма. Надо отметить, что христианский эпистолярный жанр – понятие довольно широкое, что связано с самой историей церкви. Дело в том, что классическое духовное письмо, как оно сегодня представляется, существовало и в ранней церкви, только его форма была несколько иная. Так, например, к духовному письму можно отнести послания апостолов и святых, а также записанные поучения и наставления. Конечно, перечисленные виды имеют между собой некоторые тонкие отличия, но в целом, по своей сути, это все жанр духовного письма. Противовесом этому может выступать проповедь, которая изначально всегда произносится устно, хотя позже также может быть записана. Именно поэтому в данном сборнике представлены не только классические в современном понимании письма святых, но также и поучения и наставления. В первую очередь это касается древних христианских святых, из которых в предлагаемой работе представлены святитель Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Также к этой группе можно отнести и некоторых святых монахов, которые часто записывали свои советы для верующих именно в виде поучений и наставлений. Например, такие, как преподобный Силуан Афонский, Никодим и Паисий Святогорцы и другие. В то же время именно в классическом письме богатое духовное наследие после себя оставили известные святые оптинские старцы, преподобные Амбросий, Антоний, Анатолий Зерцалов, Макарий и ряд других. Особо стоит выделить святых епископов русского православия, которые трудились в самых разных жанрах духовного письма. Так, например, в этой книге вы найдете подобные наставления и поучения от таких и выдающихся русских святых, как святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Бринчанинов, святитель Тихон Задонский, святой митрополит Московский Филарет Дроздов, святитель Макарий Невский. Еще одним духовно значимым столпом несомненно являются святые из царской династии Романовых, которые оставили после себя именно письма в современном их понимании. В этом издании представлены отрывки из писем святой царской Читы государя Николая II и государыни Александры Федоровны, а также преводобно мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Что касается подвижников веры, в том числе современников, то в настоящее издание включены письма таких известных священнослужителей, как митрополит Иоанн Снычев, митрополит Антоний Сурожский, архимандрит Иоанн Крестьянкин, игумен Никон Воробьев, протеерей Валериан Кречетов. В целом стоит отметить, что эпистолярное духовное наследие православия настолько широко, что охватить в одном издании всех авторов просто невозможно. Но, тем не менее, знакомиться с этим наследием желательно при любой имеющейся к этому возможности. Все собранные в этой книге письма распределены по разделам, первый из которых называется «Любовь к Богу и ближним». Тут представлены фрагменты личных писем государя Николая II и государыни Александры Федоровны, преподобного Силуана Афонского и митрополита Антония Сурожского. Посмотрим, что же пишут святые о любви. В одном из писем царицы Александры мы читаем «Христианство, как небесная любовь, возвышает душу человека. Я счастлива. Чем меньше надежды, тем сильнее вера. Бог знает, что для нас лучше, а мы нет. В постоянном смирении я начинаю находить источник постоянной силы. Ежедневное умирание – это тропа к ежедневной жизни». Святая Александра Федоровна отмечает, «Чем ближе душа приближается к божественному и вечному источнику любви, тем полнее раскрываются обязательства священной человеческой любви, и тем острее укоры совести за пренебрежение к малейшим из них». По мнению государыни, многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. «Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытания в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе». А вот что пишет преподобный Силуан Афонский о любви к Богу, вернее сказать о любви Бога к нам, людям. «Милостивый Господь нам, грешникам, дал Духа Святого и не взыскал от нас ни единой уплаты, но каждому из нас говорит, как апостолу Петру, «Любишь ли меня?» Так Господь хочет от нас только любви и радуется нашему обращению. Таковы милосердия Божьи к человеку. Бросил человек грешить и смирился пред Богом, и Господь милостиво прощает ему все и дает благодать Святого Духа и силу побеждать грех. Дивное дело, человек гнушается братом своим, таким же человеком, когда он беден или нечист. А Господь, как чадолюбивая мать дитяти своему, все нам прощает и не гнушается никаким грешникам и даже дает ему дар Духа Святого. Если бы люди познали любовь Господа к нам, то совершенно предались бы его святой воле и жили бы тогда покойные в Боге, как царские дети. Царь обо всем заботится, и о царстве, и о семье, и о сыне, и о детях. А сын спокойно живет во дворце, ему все служат, а он наслаждается всем без забот. Так предавшийся на волю Божью живет в покое, довольный своей судьбою, хотя бы он был болен или беден или гоним. Он покоен, потому что с ним благодать Святого Духа и сладость Духа Святого утешает его, и он скорбит только о том, что много оскорбил любимого Господа. Так говорит преподобный Силуан Афонский, который сам познал то, что Господь безмерно любит человека, и любовь эта познается Духом Святым. Об этом он свидетельствует в своих писаниях, малая доля которых представлена в этой книге. Познакомиться вкратце с его и другими письмами святых и подвижников веры предлагают нам издатели этой книги. Православные святые, а также подвижники веры являются настоящим кладезем духовной мудрости. В своих трудах, в том числе и письмах, они затрагивают самые разные стороны жизни, тем самым помогая человеку идти к Богу верным путем. Данное издание — это живое слово одних из самых известных святых и подвижников. Книга будет интересна не только воцерковленным людям, но и к тем, кто только ищет свой путь к Богу. И поучения, собранные на ее страницах, принесут немало духовной пользы каждому читателю. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. И дохранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин